Эта неделя возвращается с пяти эпизодом четвертого сезона «Пацаны». И нет, не был это фильм «Паршивая овца». После четвертого эпизода, основанного вокруг Хоумлендера, усилия были сосредоточены на развитии общего сюжета. Был введен субвирус поколения В. Вместе с Сэмом и Кейт начинают определяться два разных пути для парней и семерки. С параллелями между Хьюи, его отцом, а также Райаном и Хоумлендером, давайте перейдем к эпизоду. Вот объяснение концовки пятого эпизода четвертого сезона сериала «Пацаны». Имейте в виду, видео содержит спойлеры. Как обычно, я разбиваю эпизод на каждую отдельную арку персонажа. После того, как Хоумлендер прошел этап снятия человечности в эпизоде 4, место действия — B6, где он убил всех. Не считая Барбары, которая стремилась отомстить за его обращение там. В этом эпизоде стало ясно, что это повлияло на него, но не так, как он представлял. На выставке V52 Expo, явной пародии на D23 Disney Expo, толпа сходила с ума. Когда они аплодировали Хоумлендеру, возвращались воспоминания о том, что он сделал ранее. И о всех травмах, которые он пережил в молодости. Для меня это показывает, что она все еще внутри него, и, как я говорил ранее, он не обращался с травмой правильно. Что позволило бы ему действительно двигаться дальше, это всего лишь позволило ему заталкивать ее глубже. И это именно то, что мы видели в этом эпизоде. Она все еще там, она все еще может достичь его, и наоборот. И она все еще повлияет на него, когда окажется в его разуме. Хотя говоря это, одно преобразующее последствие отбойни, что произошло для Хоумлендера, казалось, это действительно устранило его потребность быть любимым и заботу, которую он испытывал. Мистер Сейдж сказал Хоумлендеру, что все за него болеют и любят, и он даже не ответил на это. И также, когда он был с Райаном, он сказал, что вся планета пуста, кроме него и его сына, показывая, что он больше не заботится о одобрении других и любви, которую он когда-то жаждал. Единственное, что ему было важно, это его сыновья, те люди, которых, как он чувствовал, ему не хватало любви за весь текущий сезон. Итак, видеть, как Хоумлендер чуть ли не отказался от этого и принял свое новое поведение, было действительно довольно освежающе. Мы видели больше безразличия от Хоумлендера, и это также проявилось в его финальной сцене, где он разговаривал с Семеркой. Он упомянул, что война грядет, и всем в комнате придется делать ужасные вещи, вести себя как разгневанные боги и потерять свою любимую звездную статус. Хоумлендер верит в превосходство, собрал армию, навязывает убеждения, поднимая уровень угрозы. Райан. Эта серия была важная для его развития. Долгое время Хоумлендер пытался сделать из Райана мини-версию себя и оказывал давление. Хоумлендер казал, что относился к Райану как к себе, когда был младше. После четвертой серии Хоумлендер понял, что нужно просто позволить Райану быть тем, кем он хочет быть, и при этом формировать его способен прекрасно. Оригинальным образом Хоумлендера. Райан хотел помогать, поскольку он наполовину человек, но когда дело дошло до помощи помощнику, Хоумлендер склонил Райана к жесткости и манипулятивности, он вел себя как Хоумлендер-младший. Это невелико для будущего персонажа, ибо сейчас он склоняется к Хоумлендеру, в то время как пару серий назад Бутчер приближал его к себе. Думаю, Хоумлендер и Райан станут ближе, когда между ними не будет давления, и это радикально изменит персонажа, особенно если он узнает, что Бутчер хочет получить вирус, стирающий супов, что может навредить ему. Линия Бутчера в этом эпизоде была весьма интересной. Бутчер решил, что время рассказать ребятам о вирусе, и после встречи с Джо разработал план повытащить Стэна Эдгара из тюрьмы с целью возглавить туда, где они смогут найти вирус. Бутчер хочет использовать вирус в качестве оружия, чтобы уничтожить Хоумлендера, однако в его в нынешнем состоянии вируса было недостаточно, чтобы убить его, поэтому план, который у него был, состоял в том, чтобы вместо этого протестируйте его и уберите с собой Викторию Ньюман. Существует теория о том, что Джо нереален и потенциально является видением как Бека. Возможно, это вызвано паразитом, который находится в его организме. Я был в раздумьях по этому поводу, но в последние моменты этого эпизода, когда мы увидели этого мясника, спрятал Самира и отрубил себе ногу, чтобы казалось, что его съел один из овца. Когда Бутчер сказал «мы» и имел в виду Джо, который был рядом с ним, Самир посмотрел в ту сторону, куда смотрел Бутчер, и он выглядел немного смущенным, как будто там больше никого не было. Так что я чувствую, что мы это увидим. По ходу эпизода это может развиваться дальше, что заставит людей усомниться в здравомыслии Бутчерса. Находясь в доме, мы увидели, что Самир сажал вив животных, и они по сути буйствовали – мечи, куры, кролики и, что самое опасное, овцы. Таким образом, они по сути оказались в ловушке в сарае, пока Самир не положил оставшегося образца вируса в тело мертвого лаборанта, что означало, что овцы заражались вирусом и умирали, как только откусывали укус. Это в значительной степени то, что произошло. И это привело к тому, что Стэн вернулся в тюрьму, потому что его сделка была сосредоточена на обеспечении вируса для Бутчера. Однако Ньюман спас его в последние минуты. У Ньюмана было такое выражение лица, что казалось, все, чего она хотела – это отцовская фигура и утешение, чего ей не хватало в течение долгого времени. Когда она думала, что Самир мертв, мальчики пытались убить ее, Хоумлендер был угрозой и необходимость заботиться о Зое, я думаю, все, чего она хотела – это какое-то утешение. И как ни странно, Стэн Эдгар мог бы дать ей это. В этом эпизоде с Бутчером был момент, который заставил меня немного посмеяться. Это было, когда он спас кролика, и Кимика просто стояла там, наблюдая за ним и улыбаясь, когда он обернулся, почти удивленная добрым сердцем, что было в нем. Я думаю, что в этом и заключается проблема Бутчера. Он иногда может быть жестоким, но в глубине души у него есть ценности и убеждения, где он не хочет причинять вред ничему. Что не причиняет любое зло, вот почему он чувствовал, что поступает правильно, отпуская безобидного кролика идти. Однако, как мы видели, когда он был в лесу, зайчик был поглощен веществом, которое было внутри него. Из него выходила червеобразная, похожая на щупальца штука, и Бутчер был в полном шоке, увидев ее. Интересно, это то, что внутри него. Мы видели этот паразит, ползущий под его кожей, и если именно он гложет его изнутри, отсюда и его жестоким методом. Бутчер в конце имеет Самира и говорит, что вынудит его создавать больше вируса, в то время как Ньюман и все думают, что он уничтожен. Ситуация скоро станет хуже. У Бутчера есть армия суперов, и кажется, что только вирус может остановить их, если его использовать как оружие. Действия Starlight обернулись против нее в виде обвинений и уничтожения ее организации после нападения на фейерверка. Несколько выпусков я по-настоящему пытался понять ее цель. В этом сезоне у всех есть свои бесы, связанные с прошлым. И мне, наконец, стало с ней ясно. Starlight пытается жить как Энни, но она далека от бывшей Энни. Теперь она в кризисе идентифности, нуждается в способе навигации и объединения этих двух профилей. Несмотря на то, что она знает, как быть Starlight, она старается использовать свои силы, ведет ее в странный тип Чистилища идентичности, где она не знает, как быть ни одной из них. Она существует и пытается вспомнить, кто она есть на самом деле. Не уверен, что ей нужно, чтобы зацепиться за идентичности, но это показывает влияние пережитых травм из Семерки. С личной жизнью в новостях из-за фейерверка она еще больше уходит в себя. Говорит, что Френчи должен поговорить с кем-то, но думаю, что и она должна говорить тоже. История Хьюи-Хьюи в этом эпизоде была чем-то, что на самом деле вызвало у меня некоторые эмоции. В предыдущем эпизоде Дафна дала отцу Хьюи некоторую суммарную плату, чтобы спасти его. И мы увидели, что это сработало. Казалось, что с ним все в порядке. И первым признаком того, что что-то не так, было то, что Хьюи не мог вспомнить, куда пошла Дафна, когда она вышла из комнаты. Мы все размышляли о том, какими будут его способности. И оказалось, что он может перемещаться сквозь предметы, как будто их там нет, даже захватывая человеческие сердца. Причина, по которой все пошло не так, заключалась в том, что у Хьюи была смерть мозга после инсульта. Поэтому не восстановил его полное здоровье. Поэтому были заклинания, о которых он не знал, что происходит. Почему Дафна была рядом, когда он считал, что она его бросила, не понимал, где он был и кем был его сын. После того, как он убил нескольких невинных людей в больнице, Хьюи понял, что ему нужно было убить своего отца и, наконец, отпустить его, что он и делал на весь сезон. Это был действительно такой душераздирающий момент. Хьюи утешал отца, когда тот давал ему дозу, которая, в конце концов, усыпила его навсегда, поддерживая то, что Бутчер сказал в предыдущем эпизоде, о том, что он не дал васть своему отец, потому что это не сулит ничего хорошего. Хьюи превратился из сына, о котором когда-то заботились, в утешительного отца в этом эпизоде, демонстрируя силу и стоя рядом со своим отцом, когда он делал свой последний вздох. А-Трейн и сестра Сейдж А-Трейн. Один счастливчик. Сестра Сейдж определенно полностью осведомлена о том, что сделал А-Трейн, но по какой-то причине она не бросает его под автобус перед Хоумлендером. Может быть, она рассматривает его как актив и по какой-то причине думает, что может использовать его в своих интересах. А-Трейн был на грани того, чтобы быть разоблаченным как человек, который слил видеозапись, которая показала, что звезды были невиновны в убийстве Хоумлендер-3. С ним чувствуя, как стены смыкаются, он сообщил Эшли, что они заявили, они не станут говорить, что в артире Хоумлендера, а Эшли вместо этого обвинила Кэмерона Коулмана. Эшли не понравилось, что он стал удаляться от нее, и он бросил ее после увольнения. Поэтому она унизила его, как только смогла. Она заставила Семерых убить его после того, как оказалось, что он говорит с молоком матери, и поделилась этой записью. Не буду врать, мне не особо нравится Эшли, но теперь я ее только омерзаю. Улыбка на ее лице показывала, насколько она бессердечна и эгоистична. Думаю, что Экспресс пройдет через дугу искупления в этом сезоне шоу, но думаю, его раскроют, и в конце концов Хоумлендер его убьет. Простите за Каламбур, у него была хорошая серия, но я думаю, что лучший способ для его персонажа это наконец-то сделать добро самому. В этом сезоне он либо встанет на сторону парней, либо его убьют, и у него не будет шанса уйти от семерки. Сэм и Кейт. Кашель. Кейт напряглась, не так ли? Определенно не изменилась с конца Джен Фи, и ее вера в суперпревосходство явно так же сильна, как и в последний раз, когда мы ее видели. Сэм и Кейт были вкогда убивали Кэмерона Коулмана, они были вовлечены в это, они тоже слушали к пропаганде Хоумлендера, и это показало, что они будут вовлечены в пропаганду Хоумлендера. План. Они могут охватить аудиторию, которую не могут охватить остальные Сэмера, поэтому я думаю, что они будут жизненно важны для привлечения более молодой демографической группы в систему убеждений. Это было небольшое камео от них обоих, но я хотел бы снова увидеть их в сериале и увидеть, что именно они собираются привнести в план. Обзор эпизода. По мне так это было хорошее шоу, сложно было превзойти прошлую неделю, но это продолжение было достойным. Любил видеть Хоумлендера, он был таким безразличным к миру, и интерес к Райану был совершенно иной. Пока казалось, что Бутчер движется по пути к обретению своей светлой стороны, теперь ясно, что он будет склоняться к той тьме, что мы видели в нем в течение первых трех сезонов. Разработка вируса это грандиозно, и я думал, что Старлайт и Кимика будут более обеспокоены, но они не были сильно напуганы. Что касается француза, мы видим его истинную человеческую сторону в этом сезоне шоу и проводим с ним больше времени на экране, чем раньше. Учитывая, что он сдался полиции, став первым, кто несет последствия прошлого, интересно, что это значит для персонажа вперед. Неужели он будет в камере весь оставшийся сезон? Не могу поверить, что у нас всего три эпизода четвертого сезона. Ощущение, что он пролетает. Ждали два года и все закончится через три недели, уже огорчено этим. В этом эпизоде было немного экшена, но больше обозначались две разные стороны и разрыв, который формируется не только между парнями и семеркой, но и разделение внутри семерки и парней тоже. Так что повсюду ложь и лицемерие. Ставки все выше и выше и я готов к этому. Так что вот объяснение конца пятого эпизода четвертого сезона пацанов. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok